Приветствую вас, Светлана. Как это работает для вас, что вы считаете, что мы, психологи, скажем вам, что означает поведение человека, которого мы даже не знаем. То есть вы спрашиваете нас о таких, на мой взгляд, вещах, которые невозможно знать, потому что мы не знаем, что это человек хочет, мы не знаем, какие у него ценности, мы не знаем, какая он личность и что представляет из себя, как личность. Понимаете? То есть как это работает, что вы считаете, что психологи могут определить мысли человека? Нет, Светлана, психологи этим не занимаются. Мы занимаемся тем, что помогаем человеку, который к нам обратился сам, разобраться в себе. Но тогда вам нужно ответить на вопрос, именно вам нужно ответить на вопрос. Если нет, если вы не хотите разобраться в себе, то мы можем вам в этом помочь. Если нет, если вы не хотите разобраться в себе, например, считаете, что мужчина и только мужчина во всем виноват, то в таком случае боюсь, что мы вам помочь не сможем. Потому что психологи занимаются именно помощью людям, которые к нам обратились. И вот, соответственно, давайте подумаем, чего вы хотите, на что, может быть, вы рассчитываете и рассчитываете ли, и что мы можем для вас сделать. Например, как это видится мне, как видится мне в этом ситуация, которую вы описываете, что вы, на мой взгляд, занимаетесь тем, что перекладываете ответственность за конфликт на мужчину. При этом вами игнорируется ваша собственная ответственность за то, что произошло, ведь в ссоре, как правило, участвует два человека. И второй человек в конфликта, как мне кажется, совершенно очевидно. Второй человек в конфликте это вы. Значит, вам нужно постараться увидеть свою ответственность. Вам нужно постараться увидеть свою ответственность. В том, что произошло. И если вы сможете это сделать, если вы сможете это реализовать, то вам уже будет не так больно от того, что произошло. Да, конечно, ваши чувства есть, и они имеют место быть вам больно. Это правда. Я думаю, мы не будем отмахиваться от этого. Вот. От того, что вам больно. И мне кажется, что задачей, важной задачей является то, чтобы вы прожили. Прожили эти болезненные ощущения, болезненные эмоции. Вот. Вместе, например, с психологом, вместе со специалистом, чтобы вас это больше не прогружило. Чтобы вас это не мучило, чтобы вы не чувствовали себя как будто в клетке. Да. Да. Вот. Такое очень болезненное состояние, болезненное ощущение. Вот. Понимаю. Знаешь, почему? В чем момент? Вот. В этом вам нужна помощь. Это правда. Выстраивание отношений, выявление ошибок и коррекция вашего поведения в контексте устраивания отношений тоже, как мне кажется, необходим. Потому что не в тех моментах, конечно, можно было бы избежать, если бы вы действовали более осознанно и лучше бы остановили и понимали бы себя. Ну, по крайней мере, в каких-то моментах совершенно точно можно было бы избежать. Вот это очень важно. Очень важный момент. Как мне кажется. Поэтому, вот то, на что бы я обратил ваше внимание, это на эту историю, на эти аспекты. И постарался бы вам именно в этих аспектах помочь. Помочь лучше понять себя. Помочь лучше уловить свои чувства, свои эмоции, свои ощущения. И научиться, может быть, гораздо лучше их выражать. Лучше, чем вы это делаете сейчас. И вот подобное, вполне может пойти вам на пользу. Это, но не игнор. Но, чего можно добиться, кроме того, что некой такой, если можно так выразиться, эскалации конфликта. Да. Эскалации конфликта добиться очень легко. Но, решает ли это проблему? На мой взгляд, нет. И вы, мне кажется, где-то в глубине души, где-то в глубине души тоже это, понимаете. Теперь осталось только подробные вещи вам признать. Признать их. Позволить этому быть. Позволить этому вас направлять. Позволить этому мотивировать вас на, скажем так, какие-то действия, на какие-то изменения. Но, в первую очередь, безусловно, прожить тот негатив, который у вас сейчас есть. Извинения мужчины вам не помогут. По крайней мере, в том смысле, что вряд ли он особенно изменится. Скорее всего, нет. Если он, допустим, привязан к своей маме, то, скорее всего, таким и не останется. Если он выносит конфликты с вами третьим лицом, то, скорее всего, так и продолжится. Если мама позволяет себе вести себя с вами так, как она себя ведет, то, скорее всего, она и продолжит. Не стоит здесь надеяться на изменения. Мужчина может измениться, может создать иллюзию того, что будет по-другому, но люди не меняются. По крайней мере, без помощи со стороны, ну вот, например, без помощи психолога, да, допустим. То есть, когда у человека есть прям конкретное желание измениться, ну вот, это практически невозможно сделать. А когда это происходит, изменения происходят очень-очень медленно. Поэтому это тоже очень важно учитывать. Учитывать, очень важно учитывать, что изменения происходят крайне небыдные. Изменения происходят крайне медленно. И, порой, поэтому уходит не один год. И то, что вот, например, вы рассчитываете там, допустим, на то, что вот мужчина вернет и извинится перед вами. И все, и ситуация будет разрешена этой иллюзия. И в этом будет откроется, пожалуй, самое уязвимое ваше, в данном случае, место. Самое стало. Вы думаете, что извинения вам что-то дадут и требуется их, но это иллюзия. К счастью же, к сожалению, это иллюзия. А вы тратите свою энергию именно на это, на иллюзию. Поэтому мне кажется, что именно научиться устраивать гармоничные отношения является нашей первоочередной задачей. На этом все. Не первоочередная наша самая главная задача. Первоочередная задача является помочь вам прожить негативные чувства, которые остались от этого конфликта. И увидеть ваш собственный конфликт. На этом все. Удачи вам. Надеюсь, что помогут. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи.